Когда-то мы учили в школе, а кто-то и сейчас учится, рассказывали, что такой вирус был испанка, который поразил в то время очень-очень много людей. Рассказывали, что был очень большой вирус в III веке нашей эры, и где-то треть, а кто-то говорит, половина тогдашних больших городов просто умирали. Ну и совсем недавно ещё отголоски идут, и новые какие-то штаммы идут дальше, вирус, от которого тоже многие умерли. И есть такие вирусы, которые, знаете, они живы всегда. И вот тема моей проповеди – вирусология. Это то, чем мы все занимаемся. Это, знаете, это захватило каждую семью. Скажите, кто не знает, что такое ковид? Тут любого спроси ребенка, что это всё, знаете, это всё, это всё ковид. Что-то ничто не так, что-то не сходится. Это всё оттуда. Удивительно, что в Писании святым Божьим людям ещё из древности, много тысяч лет назад всё было то же самое. Но они смотрели гораздо глубже на жизнь, и они думали, почему же вдруг происходят эти проблемы? Из чего происходит? И одна из проблем, почему происходит? Он говорит, что это проблема или заболевание кроветворных органов, когда кости гниют. Человек живёт, развивается, но кроветворная функция больших костей, она подавлена. И вот об этом написал один из самых умнейших людей своего времени и в настоящее время, и всегда Бог ему открывал эти вещи. И он этой мудростью не только для себя, он делился. И он так написал. Это книга притчи, 14 глава, 30 текст. «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Всё, что делается, делается для тела. Всё здравоохранение направлено туда. Но опытный доктор знает, он скажет, а что случилось? Сначала он спросит симптомы, как что-то, а что случилось? И скажет, может, вам туда сходить или с тем человеком, или с тем поговорить? И здесь вот он открывает, а зависть – гниль для костей. То есть это то, что происходит, ну просто вот, просто ты можешь дойти, доехать до дома молитвы, и ты просто уже наполнишься этим вирусом. Он начнёт в твоём сердце действовать. Ты приходишь в школу, и мальчики, девочки, ну кому-нибудь знакомо, какая мы сегодня слышали, у Маши или у котов, ручка хорошая. Ты просто, а вот она даже, ручка-то хорошая. И вот все вышли на перерыве из класса, и вдруг этот вирус так захватил твою волю, что просто смотришь, надо же, у Маши ручка пропала. А когда ты приходишь домой, разговоришь, мама, а откуда у тебя такая ручка? Да, Маша подарила. Значит, в одном доме страдает от того, что кто-то позавидовал, и в другом доме страдает, что позавидовал. Потому что этот вирус родил что? Родил следующий грех. Родил ложь, воровство, обман. И потом с этим вирусом надо как-то жить. А потом ты смотришь, этот вирус был у тебя, а проходит 30 лет, надо же, смотришь, а почему этот вирус живёт в твоих детях? Ты пробегался по классу, интересно, ручкой складал свой портфель. А потом смотришь, у твоих детей появляются новые ручки в портфеле. Откуда это всё? Ну где этот вирус живёт? Давайте найдём все, набросимся на этот вирус, всё, что можно, применим для того, чтобы этот вирус дальше в нашей семье, в нашей жизни не рос. Чтобы никогда больше то, что было во мне из зависти, не выросло в моих детях. Скажите, это получится? Вот Писание, оно постоянно это говорит. Это, знаете, Соломон. Почему это написал Соломон? Понимаете, у него средств, богатства было, как говорят, он мог бы купить весь наш мир. Того золота, тех средств, которые у него были, которые Бог дал ему мудрость заработать, развить, города, армия, цивилизация, комфорт, величие, развлечения. Вот весь уровень его богатства, он был настолько высок, что наши современные вещества и все вот эти чудо-техники, они только пытаются достигнуть, чтобы удивить нас. Но вот всё, что могло удивить тогдашний мир, вот самая великая мыль, самые мудрые люди, они приходили к нему и говорят, знаете, вот, понимаете, земля слухами полна. И обычно слух, он увеличивает правду реже, неправду чаще. И вот о нём говорили, представляете, и приходит царица Савская, и говорит, а мне и в половину не сказали. Представляете, как там уровень информации был? Там не был фотофакт, там были из уст в уста. И вот караван пришёл, побыл, погостил, пообщались, тут сказали, а те были в дворце, а те были на приёме, а те получили решение, решение пришло сюда, отрешение здесь. А потом родственник услышал, сказал тому родственнику, родственник встречался с купцом, потом они вместе торговались, и потом купец уехал в другую страну, и там, 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 и вот дошло до царицы, знаете, есть такой Соломон, всё. Представляете, сколько может быть глухой телефон, но увеличить просто, просто увеличить. И вот она приходит с большущим богатством. Она всё говорит, чтобы я опозорила, чтобы я перед Соломоном пришла, и мне сказали, слушай, а ты что такая нищенка пришла, тебе даже взять-то нечего. Она всё своё богатство, она пришла, там караваны пришла, просто, это просто, не знаю, просто тоннами всякого благовония, благостояния и всего, что она могла, она приехала, чтобы показать. Я тоже чего-то стою. И вот, представляете, она приходит, она говорит, а мне и в половину не сказали, кто ты и что у тебя. И знаете, что, какой вывод она сделала? Она сказала, велик Бог. Она, смотря на его жизнь, сказала, велик Бог, надо же, как Бог сделал в твоей жизни, как Он поставил царём тебя, как это Бог сделал, представляете? Вот так было. И вот этот человек, он говорит, знаешь, если ты завидуешь, если ты завидуешь, ты умираешь. Как так? В смысле, я умираю, я завидую, всё, и что? Ну, вот с кем не бывает, что, святые, что ли? А чему только нельзя завидовать, понимаешь? Ну, посмотря, ну, было чему завидовать. Помните, вот жители Иерусалима, для них вот что серебро, что камни. Мы можем сказать, ну, это, наверное, было в саду у Соломона. Он ходил и подметал эту щебёнку серебряную туда-сюда, тротуарчик выкладывал из серебряных камней. Понимаете, написано, жители Иерусалима. То есть, это столица, столичный город. И от этого благословения жили, ну, все жили. Израиль жил, соседний государство. То есть, там уровень торговли, уровень деловой активности был настолько высоко поднят, что от этого, ну, зарабатывали, жили, ну, получали все. И вот он смотря на этих людей, которые могут просто получать, получать те благословения, он смотрит, говорит, вот кроткое сердце жизнь. Вот смотрит на кроткое сердце у него. И у него в жизни благословение. Вот смотрит, живёт и радуется. А этот, а этот сгнивает заживо. Приходит, почему? Он статистику проводит, анализ проводит. Ну, просто закопался своими вирусами. Закопался в зависти. И знаете, прошли года, ничего не поменялось. Это бы, по идее, нам-то кажется, по идее, это должен был сказать его отец Давид. Помните, когда он совершал большие походы, большие войны были, и когда вдруг он задержал величайшую победу над Голиафом, слышит его господин царь, слышит, что один из его воинов ему сказали, Давид победил, Саул победил тысячи, а Давид победил десятки тысяч. И сердце Саула позавидовало. Позавидовало кому? Его рабу. Но это же твой раб. Это же твой воин. Он выполняет твоё дело. Он твой успешный человек. Он же на тебя работает. Он делает твоё царство успешно. Он делает твои имя сам. Потому что, ну да, ему говоришь, но это же ты его послал. Ты же его благословил. Ты же ему дал. Ну и он и трудится, и радуйся за него. Нет, мне-то дали тысячи, а ему десятки тысяч. И стал смотреть презрительно. Стал понимать, вот эта зависть родила что? Понимаете, ужасно родила зависть. Понимаете, он смотрел на него с презрением, с завистью. Он искал, понимаете. Когда бы он смотрел, что-то он делает не так. Где же его изъян? Закину его вот в это предприятие. Дам ему самое плохое дело, чтобы всё там завалилось. И он там завалится. А Бог и там, и там, и там, и там. Знаете, за всем этим он видел успешного человека. Но за этим успехом он вдруг не понимал. Саул не способен. Был из-за своей зависти ослепший. Он не увидел успеха. Успеха Давида. Потому что успех был в том, что Бог был с ним. И мы читаем, и Бог был с ним, и было в жизни его благословение. Но когда зависть ослепляет, человек просто не видит. Он не понимает успеха другого. Он видит, это его. И когда он видит успешного, что у него знает? Надо найти что-то в его жизни, какой-то недостаток. Где-то есть изъян. А, вот он нашёл точно. Слушай, Пётр, ты знаешь, а я-то знаю, что у него-то вот здесь, вот здесь у него плохо. Точно, точно. А, ну всё, знаешь, это всё неуспехно. Всё, всё, всё. Всё, у него есть вот тут изъян. Всё. Смотреть на него противно. Что он там покупает? Что он там делает? Да у него вот тут изъян. Всё, мерзость. А Бог его ещё и ещё благословляет. И не понимает, почему так? Где это? И вот эта слепота, она привела Саулу к тому, чтобы он одного из лучших своих слуг, одного из лучших своих работников, он стал его преследовать. Одного из лучших своих слуг, который делал, через него Бог великие дела делал для его же государства, где он был царём. Он преследовал настолько, он лишать хотел его жизни. Он посвятил этому годы преследованию человеку, который служил ему и не имел в него знания. Почему? Потому что вот этот вирус настолько разрушал его кости. Понимаете, вот эти кровотворные клетки, эти эритроциты не разносили кислород к его другим частям тела. Просто, просто его сердечное действие, вот этих эритроцитов хватало совсем на чуть-чуть, чтобы исполнить. И он эту оставшуюся энергию жизни тратил на то, чтобы замечать, опять искать недостатки и уничтожать тех, которые приверженцы ему. А помните, как закончил Саул? Настал самый тяжелейший момент в его жизни. Трагедия. Ну, не знаю, трагедия, если сказать, то мало сказать. Когда он остался совсем один. Когда он сидел рядом, бывших с ними людей, он не видел ни поддержки, он их просто не слышал. ослепленный, он пошел к дьявольской служительнице, пошел к колдунии, и скажи мне, что со мной будет. Она ему сказала, ты умрешь. И так вот книга про Липоменон рассказывает, начале 10-й, по-моему, глава рассказывает, так умер Саул за то, что пошел к волшебнице. Представляете, Бог ему простил многое, но вот это Бог ему не смог простить. Потому что когда он просто стал плеваться в сторону Бога, в виде успех других, он вместо того, чтобы самому искать, Господи, сделай меня другим, протри мои очи, он просто стал плеваться в сторону Бога, сказал, не пойду к тебе, не спрошу у тебя, ты мне здесь не поможешь, пойду, пойду к колдунам. И закончится его жизнь так, как ему и сказали колдуны, напророчили его. И такая печальная за то, что пошел к волшебнице. Закончила жизнь человека, который дал волю этому вирусу, который пожирал его кости, его жизнь. И кажется, смотря на жизнь, все в Израиле поняли и научились так никогда не делать. Все пришли на эти похороны, все смотрели, погиб безумец из-за того, что завидовал. И все, кажется, возьмут себе урок, я никогда не буду завидовать. И я буду за успехом других видеть Бога. Не будет мое сердце страдать, не будет мое тело страдать, не будет мой ум поражен. Но, братья и сестры, удивительно. Потом Бог благословляет сына Давида еще больше. И вот этот сын Соломон, он смотрит и говорит, все есть. Все пользуются этим благословением. А кто-то сидит и завидит, а если бы я был царем, я бы что-то показал, я бы кому-то что-то доказал. Есть разные стороны жизни Соломона, но в этой стороне, понимаете, он в успехе видел Бога. И он понимал, что где самый главный успех, в чем этот главный успех. Он искал этого успеха, вот в этой мудрости, не просто завидовать кому-то, искать чего-то еще, он понял, что ему нужен Бог. Смотря на Новый Завет, когда мы, даже еще раньше, в Ветхом Завете есть еще, вернее, в Ветхом Завете есть еще более яркая история, которая говорит о зависти. Это Иосиф и его братья. Вот Иосиф и его братья, понимаете, когда ты смотришь на жизнь людей, которые завидуют, тебе кажется, ну это вот когда вот кто-то, вот там подчиненный и работник. Ну как бы это понятно. Ну понимаете, здесь еще более трагичная ситуация, что это происходит между родными, братьями и сестрами. То есть это в одной семье. Когда вот в одной семье происходят события, которые непонятно, и не просто это события, которые, ну так сказать, эти события тоже знает весь мир. И вот удивительно правдива Библия, что она не показывает, просто прихорашивает. Это не такая, знаете, вызолоченная, такая подточенная, подправленная биография, где просто комар носа не поточит, у нас есть такое образное вооружение, где смотришь, это просто идеальный человек. Даже наши порой биографии, которые мы пишем и читаем, странно, наши, они сильнее героев Библии, у них вера настолько сильная, они такие мощные люди. А здесь читаем, Иосифа братья продали из зависти. Но, братья и сестры, легко ли жить, когда вот одного из сыновей отец выделил, так, вот тебе, смотри, вот тебе, в последней модели, вот маленький джип, какой, не знаю, там, Lexus, вот тебе, на тебе Lexus, последний модель, да, он скромный, но новый, хороший, езди, и гибридный желательно, да не поймет никто лишнего, и гибридный желательно, чтобы ты мог ездить, ну, на учебу, ну, в институт, на первый курс. Все, чтобы, ну, дешевле, чем на троллейбусе, дешевле, ну, и хорошо все, слава богу, езди, ну, и в придачу, там, набор одежды еще, ну, что еще, пускай, айфон ему там, самый последний, все, что пускай есть, и представляете, ну, хорошо же, ну, ну, скажите, вот вы радуетесь, когда видите, когда ты сидишь в троллейбусе, заглядываешь, заглядываешь, классная машина, вообще отлично, с высокой оси, смотришь, там все так, кнопки, все свежо, ты сейчас запотевшую, отодвигаешь, так смотришь, а там, знаете, тепло, светло в машине, так вот они едут, такие улыбаются, ой, помню такие ощущения, хочется всех благословить, просто не знаю, хочется, чтобы троллейбусы были такие, да, но чаще всего нет, я не знаю почему, хочется, вот доберусь, тоже куплю, вот, вот и все, а, ну, не то, что ты завидуешь, но, ну, а в сердце благословить того человека, что-то язык-то не поворачивается, и вот, смотрите, смотря на Иосифа, что-то подобное переживали его братья, это был отец, представляете, отец, он скажет, отец, а почему ты ему купил, а я езжу на троллейбусе, пап, ты объясни мне свою логику, почему он тут ездит, а я езжу на троллейбусе, скажите, что, я другой сын, что ли, почему, почему так в жизни, почему, ну, объясни мне, и знаете, отец никому ничего не объясняет, он ему одежду купил, он ему выделяет, и самое, знаете, что в этой ситуации удивляется, Бог приходит к этому сыну, к этому же сыну, сказать, у него в жизни и так все хорошо, Бог ему приходит, он открывался Аврааму, Бог, Бог открывался Исааку, Бог открывался Якову, и следующим, кому Бог открывается, он открывается Иосифу, и говорит, Иосиф, у тебя будет вот так вот, вот так все тебе будут поклоняться, твоя, ты, солнце и звезды, все, они все поклонятся твоей звезде, вот эти снопы будут поклоняться твоему снопу, твой сноп в центре, все, и он рассказывает, и они просто, вместо того, что сказать, ну и благословил тебя Бог, и слава Богу, это же наш родной брат, ну пусть его Бог благословил, и порадуйся ты ему благословение жизни, благослови ты, ну Бог его посетил, нет, понимаете, они написаны, возненавидели его, они не могли с ним говорить дружелюбно, они возненавидели еще больше, у них вот это внутри, копоть такая, настолько вот это зла накипело, что они просто были неспособны говорить с ним дружелюбно, и понимаете, когда пришли, вот он идет, ну понимаете, что он несет, он несет подарок от отца к ним, они работают, отец того берегет, вот он приехал к ним, привез им обед, вкусняшки привез им, покушайте, они что, давай убьем его, видя успешного человека, видя человека, которому можно завидеть, что они говорят, проблема вся, они не видят, они не сцеплены этой завистью, они не видят проблему своего сердца, они говорят, надо этого человека уничтожить, надо убрать этого успешного, надо убрать этого благословия, надо убить этого красивого, надо убить, что к нему, посмотрим, что будет с его снов, ладно, с этим мы разобрались, с этим, а посмотрим, что они сказали, а вот Бог сказал, ну, ну посмотрим, где же ты, Бог, прославишься в этом человеке, ты ему сказал, посмотрим, как ты будешь в нем действовать, вот так вот слепота, вот эта вот зависть, она делает коварно настолько, Человек может просто кидать претензии Богу, я посмотрю, как ты прославишься, Бог, посмотрю, посмотрю, а вот сейчас как ты будешь? И вот эта удивительная история, это трагедия этой семьи. Знаете, скажите, пожалуйста, а Бог прославился в этой истории? Скажите, а Бог пришел туда, к этим людям? Скажите, а Бог благословил этих завистников, которые убить хотели своего брата? Который вот все-все сделал. Скажите, кто получал благословение? Скажите, кто сидел в тюрьме? Скажите, кто страдал эти 13 лет, брошенный, забытый, никому не нужный? А кто жил со своей семьей, с детьми дома? Кто по своих овец, но не работал беспроглядно в тюрьме? Братья. Скажите, кто потом пришел в Египет и наслаждался всеми этими богатствами Египта, палец о палец не ударив? Кому все это досталось? И вот теперь Иосиф перед ними пошел, пришел туда. Кому пришло это все? Это им. Написано, Бог послал перед ними Иосифа. Кому это все пришло? Пришло к его же братьям. Если ты сегодня завидуешь брату или сестре в церкви или в своей семье, или ты живешь обидами прошлого, дайте благословение, Бог. Благословляй твоего брата, твою сестру. Бог это давал для тебя. Он заботился о наших душах. Когда делает кого-то успешным рядом, он заботится о нас. Представляете, делая благословенным какого-то человека, Бог заботится о нас. Ну как это, объясните? Как это укладывается еще в формат нашей жизни и всего? Вот так укладывается. Делая рядом со мной человека успешно, Бог заботится о нас. Прежде всего, он показывает нашу нищету, нашу жажду, нужду по Богу. И вдруг у меня сердце понимает, что если я вдруг прозрение приходит, раз, говорит, выпей лекарство. Ты погибнешь, ты пропадешь. Я пью это лекарство или не пью это лекарство? Я делаю это, я смотрю и могу страдать. Знаете, вот когда Стефан стоит, пройдет времена, придет Иисус Христос, один из первых дьяконов церкви, знаете, вот о чем там было, понимаете, даже в этой же церкви, кажется, что грех рождает благодать. Вот грех наш родил ответное сердце в сердце Бога, любовь к нам, чтобы прийти на крест и избавить нас от страдания. И вот приходит время, когда в церкви начинаются проблемы, из этих проблем рождается новое служение диаконское. И этого диакона Бог особо благословил. Он стал так проповедовать. Великие чудеса и знамения совершаются в Иерусалиме. И те, которые должны были радоваться о том, что в Иерусалиме совершаются великие чудеса, проповедуются о Боге, они стали завидовать, они привели Синедрион и рассказывают. И знаете, что он рассказывал им? Он проводил им параллелизм. И вот Стефан рассказывает им историю о том, чтобы патриархи продали Иосифа в Египет из зависти. А все благословение, братья, потом они пришли в Египет, чтобы спасти, чтобы радоваться. Он им рассказывает, что Иисус – это есть Сын Божий, который пришел для них, чтобы принести им благословение, чтобы благословения неба стали их благословениями. И он им проводит эту мысль и говорит, а вы люди с жестоковыйными сердцами, необрезанными ушами и жестоковыйными сердцами, и вы не делаете для того, чтобы Божия благодать, Божия пришла в вашу жизнь. Вы закрываете свое сердце для благодати Божией. Из-за чего? Из зависти. И он эту весть им доносит, 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 понимаете? И когда они эти услышали, следующая реакция, какая родилась у этих людей, следующая реакция у них родилась просто, знаете, они просто рвались своими сердцами, они схватили его, они его выволокли и побили камнями до смерти. Так закончилась жизнь того, кто обличал слепого, который еще не хочет видеть свою слепоту. Говорит, ты виноват в моей слепоте, это из-за тебя у меня плохо, потому что ты благословен, а в моей жизни плохо. Вот так слепыми и жестокими делают грех нас с вами. Братья и сестры, история первосвященников – это история нас с вами. Это не про кого-то других. Братья Иосифы – это мы. Саул – это среди нас. В каждом из нас живет этот жестокий Саул. И что теперь с этим делать? Помните, когда самая трагичная история Пилат, политик того времени, когда он увидел привели Иисуса, он смотрит своими глазами, он понимает, он невиновен. И написано, что «Ибо знал, что предали его из зависти». А чему пересвященники завидовали? То, что он проповедовал Бога. Он рассказывал о Боге так, как они не могли рассказать, потому что они не знали Бога. Он показывал истинное Царствие Божие и звал их к спасению. Он звал к изменению сердец. Звал, чтобы их гниль сердец, они это оставили, чтобы Дух Святой наполнил их кости радостью, чтобы они жили, наслаждались, поклонялись Богу, чтобы их жизнь преображалась. Но они, смотря, видя то, что происходит, они вдруг сказали, «Не может быть, что это Бог! Не может быть, что Бог так работает! И мы вообще не хотим, что Бог... Бог работать должен по нашим правилам. Должны вот так, вот так, вот так быть, тогда будет... Должны люди жить вот так, вот так, вот так, тогда будет правильно. Должны вот это и вот это, вот это». У них все в жизни было расписано. И вдруг тут приходит Иисус и говорит, «Посмотри на меня, самое главное в твоей жизни успех, раз это я, а не то, что не сравнивать свою жизнь с другим, сравнивать свою жизнь с Царством Небесным, и истинный Царствие Божие несут». А они завидуют тому, что люди идут за ним, что люди слушают его, а не слушают их. А сама ценность жизни их была на них, чтобы на них смотрели, их почитали, их уважали, и на них ориентировались. И закончилось тем, что они прибивают его ко Кресту. И если бы это все так закончили, братья и сестры, понимаете, они подошли ко Кресту и говорят, «Сойди с Креста, и мы в тебя уверуем». Яви себя в свою силу. Вот сейчас мы точно покаемся. Когда люди так говорят, «Если вот Бог вот это совершит моей жизни, я точно приду прокаясь». Понимаете, они говорят, «Если ты не станешь Бог Небесный моим рабом, финансовым, в красоте, в семье, в деньгах, во влиянии, в мести, еще что-то. Если ты не станешь моим рабом, я тебе не буду верить». Да и никогда Бог не станет нашим рабом. Никогда мы Бога не заставим ходить по нашим путям, чтобы доказать нашу самоправедность, нашу самозначность, наше самопоклонение. Не такой наш Бог. Он уже все сделал, и сделал на Кресте Голгофском. Как Он это делал? Он знал наши саульские жестокие сердца. Он знал, что мы каждый пересвященник сами себе. Он знал, что у каждого из нас свой путь ко спасению. И Он сам пришел. Он стал тем человеком, который святую, чистую, праведную жизнь прожил. И Он показывал, что истинная ценность не в том, чтобы быть кем-то здесь или как-то выделиться. Истинная ценность в том, чтобы знать того, кто встретит тебя после смерти. Истинная ценность, чтобы ты здесь связал свою судьбу с Ним и надеялся на вечность и встречу там. Это и есть истинная ценность. Христос есть истинная ценность. И Он приходил и показывал. И ты смотришь, знаете, и самое удивительное, что даже в этом, когда смотришь, что кто-то знает Христа больше, и Бог через Него прославляется, даже в этом, когда люди видели, что Он знает Бога, и Бог через Него является, и люди, смотря на Его жизнь, говорят, слава Богу, Бог прославляется, даже не упоминая Его имени и фамилии, еще как-то, Его что-то. Знаете, и это рождало зависть даже. И получается, самая страшная зависть, самый коварный вирус действует в сердцах верующих. Почему? Потому что они на этом фоне закрывают себя для благодати Божьей. Как страшно быть закрытым для благодати Божьей. Почему люди уходят из церкви? Почему люди отступают от веры? Потому что они начинают Богу диктовать, как должна проходить их духовная жизнь. Они начинают Богу диктовать, как должна быть устроена. Они главой церкви хотят вставать, а Христа не видят. Это приводит к большим трагедиям, большим переживаниям. И если вы встретитесь с таким человеком, знаете, у него тысячи обид, у него тысячи переживаний. Почему? Потому что он не заметил ценность Иисуса. Он вопрос решает политическим путем. Он понимает, это из-за зависти, ну ладно. Ну решаем так, так, потому что сейчас так удобно. А Иисус нам предлагает себя. Братья и сестры, какой бы грех не ослеплял нашу жизнь, чем бы не занята была наша жизнь, и какие бы трагедиям ни приходила наша жизнь, когда в нашу жизнь приходит Иисус, Он начинает все выстраивать по-другому. Понимаете, когда у человека поражен костный мозг, вот этих эритроцитов мало, и кислород плохо передается, и человек вот такой, у него, знаете, такое, мало крови, ему не хватает вот этого кислорода, чтобы нормально функционировать. Но когда приходит Бог Духом Святым, Он проникает во все сферы нашей жизни, и Он преображает нас, потому что Бог так устроил, Он так создал нас, что когда Он приходит в нашу жизнь, и мы даем право Ему действовать в нашей жизни, Он производит то, что хочет для Своей славы. И мы, собственно, для этого и живем. И поэтому, если я смотрю на другого, успех другого, но это Его Бог благословил, но это Бог Ему дал, потому что Он знает, что через Его жизнь Он прославится. И у меня должен быть вопрос, если у меня чего-то, как-то я страдаю чего-то, почему я от этого страдаю? Это мотивация моего страдания, моя зависть, или это просто жажда, чтобы как-то Бог в моей жизни проявлялся? Что моему мотивирует? Помните Иовис, он сказал, Господи, а если бы Ты пришел в мою жизнь? А если бы Ты коснулся моей жизни? Если бы Ты распространил пределы мои, чтобы я удалялся от зла, чтобы я не горевал, понимаете? И вот это и есть истинная молитва, завистливая, по-настоящему. Посмотри на Иисуса, который никому не завидовал. Посмотри на Иисуса, который говорит, отдай мне свою зависть, отдай мне свой вирус, я извлечу Тебя, и я хочу Тебя благословить истинными, настоящим благословением Царствия Небесного. А завидую хоть чему можно, брать и сестры? Жене, мужу, детям, имуществу, еще чему-то. Чему бы только не завидовать. Ну, что только не приходит, понимаете, какой-то жалкой ручки. И этому тоже можно завидовать. И быть закрытым для благодати Божией. Кто я и кто ты, братья и сестры? В каждом из нас живет Саул. Но в каждом из нас Бог хочет иметь свою обитель. Если в твоем сердце живет Христос, если ты стал Детем Божьим, ищи Его благословение. Если у тебя приходит мысль завистливая, в мыслях, смотришь на успех, сразу, Господи, благослови еще Его больше для славы Твоей. Если ты видишь, что у кого-то успешный человек, это Бог обращает твое внимание. Это Бог показывает тебе себя через Его успех. Видишь успешный человек, это Бог в его жизни проявляется. Видишь у него хорошо в жизни. Это Иисус тебе показывает. Я тут, я здесь, я рядом. Видишь неуспех в своем сердце, посмотри, значит, здесь нет Иисуса. Если я завидую, значит, нет места Бога в моей жизни. Значит, Бог в моей жизни не действует. Или я не хочу, чтобы действовал. Поэтому, братья и сестры, не будем искать недостатков друг к другу. Потому что мы полны зла. Каждый из нас. И только по милости Божьей Бог смиряет наши сердца, преображает и делает нас успешными для Его славы. Как бы мы ни старались, мы неизбежно увидим свою нищету. Как бы мы ни старались, мы неизбежно увидим ее. И что мы с этим сделаем? Помните, рабы, когда пришли к Господину рассчитаться за свою работу? Помните, когда те, которые больше работали, и те, которые меньше, они стали роптать на Господина, почему ты им столько заплатил? Помните слова, которые сказал Господин? Или глаз твой завистлив, что я добр? по сути своей зависть это бунт против Бога. Ты не так сделал. Я становлюсь братом Иосифа. А Бог зовет посмотреть нам на себя. Братья и сестры, я понимаю, мы подошли, чтобы помолиться. После такой мысли, таких размышлений тяжело молиться. Но ведь это у каждого у нас есть. Вот сейчас мы будем молиться. Помолчим перед Богом. Поплачем о своих грехах. Попросим, чтобы Бог Духом Святым влил в наши кости радость об успехе других. Радость о жизни других. Потому что любой успех это рождает зависть, Соломон сказал. А пусть мы будем другими. Пусть Иисус согреет сердца нас настолько, что успех других родит в нашем сердце радость и благодарение Богу. Вот так вот поступают те, кто знает Иисуса. А Иисус радуется любому делу, где Он прославляется. Помолимся Ему. Аминь.